всем привет наши дорогие подписчики и подписчицы и сегодня у нас будет в очередной раз необычное видео нас каждый раз необычное но сегодня даже я не понимаю о чем она поэтому будет но я думаю что все догадались судя по названию что будет о чайнике xiaomi но я должен сказать почему мы вообще решили купить чайник xiaomi потому что он вышел давно и о нем уже все знают а все потому что у меня дома поломался утюг да и я решил купить новый утюг начал искать не мог определиться кой купить вспомнил что все он не делает все от швабры до зубной щетки и оказалось что утюги они не делают но делаю чайники и поэтому я решил купить умный чайник xiaomi и вам рассказать в чем же он такой умный от чайник смысле на утюге ты просто кипятил чай раньше да а ну тогда понятно почему ты решил взять чайник немного неловко снимать обзор чайника блин они все в общем-то одинаковые состоят из двух частей это собственно вот сам чайник такой красивый и диск до который этот чайник питает кабель можно спрятать вот внизу то есть все как в обычный чайник от но отличие все же есть пока демис не поломал есть специальная кнопочка которая открывает чайник и открывается только на 45 градусов что позволяет тебе не обжечься если ты только закипятил чайник чтобы открыть полностью надо приложить усилия следующая особенность этого чайника у него нет никаких пластиковых прозрачных частей что должно сказаться на его долговечности потому что они не будут протекать со временем но это как бы и не очень удобно потому что шкала внутри внутри да то есть чтобы понять что тебе надо налить пол-литра или воды надо туда заглядывать то есть тут никакого поплавка нет мне еще нашу выморозила я думал это будет слышать даже наши подписчики крышка закрывается довольно громко и вот у меня уже дома все проснулись на ручке чайника есть две сенсорные кнопки это бойл и ворн то есть закипятить и подогреть нам же как раз интересно вторая кнопка и smart возможности силами коту для управления чайником нужно скачать специальное приложение сяоми михом и после чего по блютусу синхронизировать его собственно говоря с чайником мы должны с вами поделиться маленьким лайфхаком потому что если выставить регион украины или россия чайник не находится трек раз да поэтому я поставил регион сингапур и чайник нормально прекрасно заработал за что же за что же мы так не любим со всеми ты не знаешь видимо за это что можно с этим чайником сделать в этом приложении ну собственно это чайники он предназначен для того чтобы кипятить воздух да не гладить носки точно да но нам же не всегда нужна вода 100 градусной температуры поэтому приложение можно выставить любую температуру которая вам надо например 50 60 градусов если вы делаете кашку ребенку или если вы запариваете зеленый чай там кажется нужно 80 градусов для кофе нужно 90 градусов ну и мне конечно же больше всего нравится функция что можно поставить чтоб чайник поддерживал температуру то есть я выставляю режим я выставляю длительность выставляю нужную температуру и чайник просто поддерживает на протяжении всего времени которое я задал также когда мы выставляем нужную нам температуру например 80 70 градусов есть два варианта можно чтобы чайник закипятил воду и потом она остыла и он об этом сигнализирует но если вода уже кипяченая то есть режим не кипятить повторно соответственно просто будет догревать воду до нужной температуры например его поддерживать или не поддерживать но тут конечно же есть еще один нюанс потому что как мы сказали ранее чайник подключается по bluetooth соответственно когда я еду домой я не могу включить себе чайник чтобы он уже закипел то есть по крайней мере включить напрямую напрямую да то есть когда я уезжаю я могу поставить чтобы он поддерживал температуру на центр 90 градусов но это наверное не очень экономически целесообразно хотелось бы например с машины но я понимаю почему так сделали представляете если у вас дома стоять чайник которым ты можешь управлять из работы или из машины то я думаю что ни одна пожарная служба но есть такое дело да и социальность эта квартира застрахована да и все-таки она сгорела да то потом конечно на сиоми вам вряд ли купит новую квартиру но может подарить поскольку мы имеем дело с китайским производителем у нас возникло некоторое подозрение что мало ли как там работает основная функция то есть кипячение воды и мы поэтому решили сравнить чайниками которыми пользуемся все время у меня вот такой замечательный браун например между прочим чешской сборки а у меня philips бог его знает какой сборки но тут важно какая мощность у чайника в моем philips и максимальная мощность 2400 а у меня дай бог памяти или хотя бы зрение максимальная мощность 2280 а у xiaomi всего лишь 1800 и как бы для такой стоимости это немножко маловато но мы были бы не мы если бы мы только замерили скорость закипания воды мы еще решили сделать тесты камер этих чайников да поэтому вы узнаете насколько быстро остывает вода в этих чайниках еще и насколько они шумят ну как фотки ночью шумят да и пишет ли они видео full hd и так смотрите как будет проходить наш тест в каждом чайнике час по литру воды на одном телефоне мы включаем секундомер на другом мы включаем шумомер ну и мы конечно будем молчать а вы просто увидите все это на ускоренной записи мы по очереди включим каждый чайник кстати вода обычная крановая то есть всех чайников одинаковая температура воды ну и в конце проверим как быстро закипает литр воды и какой при этом максимальный уровень шума ну что погнали давай на счет на старт внимание марш и так у нас три минуты и 75 децибел максимальная мощность звука хороший результат но переходим теперь к чайнику philips да я чуть ближе подвину расстояние было 1 конечно чисто эксперименту я конечно очень переживаю за проводку не спалим ли мы чего я сбиваю секундомер что кнопочку нажмешь конечно на старт внимание марш так две минуты 50 секунд и 86 децибел максимальная громкость которую издает чайник philips то есть он реально быстрее секунд надеюсь на 10 но и 10 децибел громче то есть он прямо реально как паровоз только ну такое такое и теперь я сбрасываю шумомер ставлю его на такую же дистанцию так что тут кнопочка кстати сенсорная давай нажимать бойл ха-ха-ха время пошло ну что у нас есть результат это 3 минуты 51 секунда и 75 децибел в максимуме но я должен сказать что в основном он показывал 68 69 децибел тогда как эти чайники показывали там 72 73 75 то есть он оказался самым тихим я думаю что это благодаря его конструктивной особенности потому что внутри он выполнен из металла думаешь ну как это дело в мощности мощности ну да и конечно он реально на минуту дольше кипятит воду я думаю что в принципе за такие деньги можно было чуть более мощный поставить сто процентов хотя об этом 2000 ватт это было бы на чуть поинтереснее мы пока вот уже до меряли последний размер я уже сочинял в голове какой-то тексте по еще скажу ну вот он там кипятит на 10 секунд дольше всего зачем чайники более мощные но блин когда он реально пошел уже на третью минуту на четвертую минуту пошел кому он что-то как-то долговато долговато ну зато самые тихие ночью резки можно не разбудить домочадцев если они спят а теперь мы померяем через полчаса на то насколько остывает вода в чайник забыли сказать что для того чтобы померить температуру у нас есть специально вот такой вот пищевой электронный градусник термометр и через полчаса которые прошли мы измерили температуру и самый плохой результат показал чайник philips он остыл до 68 градусов но надо сказать что мой браун он как бы не сильно лучше он остыл до 70 ну тут чуть чуть разные отверстия я думаю данные примерно одинаковые а вот xiaomi конечно показал гораздо лучший результат 77 там и 8 градусов поэтому он реально хорошо держит я думаю что если мы еще подождали час или два то со временем он бы не начал быстрее остывать а эти конечно бы ну конечно да потому что здесь металлическая колба все-таки термоэффект он имеет место быть и он действительно значим да поэтому когда мы вначале говорили о том что вот режим подогрева может тратить очень много энергии я думаю что не так уж и много да то есть да у xiaomi все-таки неплохой чайничек оказался хоть ему и не хватает мощности но в целом и программка есть и держит дизайна хода дизайн дизайн мне нравится да я и мой личный чайник просто негодуем а я как счастливый обладатель двух чайников и ни одного утюга мне интересно как ты объяснил жене что ты вместо утюга купил 2 чайник я сказал что надо снять обзор и поэтому я хожу в одной футболке вторую погладить мы просто не можем мы раскрыли наконец-то все наши секреты так утюг ты купил в итоге да то есть у нас все будет обзор утюга нет я купил сам дешевый утюг за 7 баксов ну в таком случае друзья нужно однозначно не переключаться потому что больше таких обзоров у нас не будет а будут сравнение и это хорошо ставьте нам лайки пишите комментарии и не переключайтесь ведь мы уже об этом говорили пока